Всем привет! Это Таня Матания. Вот моя подписчица, замечательная Марфа, её зовут, написала мне вопрос. Вот она сомневается, есть форма семейного образования, решилась бы я своих детей таким образом воспитывать, почему, и прислала мне некоторые ссылочки. И вот благодаря её комментарии, вернее, не комментарии, она мне лично написала, я именно эту тему решила всё-таки рассказать, я всё собиралась, никак-никак, и вот благодаря ей я сейчас все свои мысли соберу и вам расскажу про семейное образование. Сейчас очень сильно развивается дистанционное семейное образование, когда ребёнок дома может также получать образование, как и в школе. Я оставлю ссылочки внизу на те видео, про которые я упомянула, это видео про Тарирея Дмитрия, он достаточно известная личность публичная, и вот он ведёт беседу, к сожалению, вот я сейчас подлину, Ирина Шамшина, надеюсь, я правильно говорю, потому что для меня эта фамилия была не знакома, но она является экспертом по семейному образованию, активно его продвигает. Я не буду говорить все аргументы, которые она приводила, с ним можно согласиться, и они вас настроят на вот, если вы хотите эту тему глубоко изучить, потому что там видео достаточно длинные, и если я повторю, то моё видео будет такое длинное. Я буду рассказывать со своей позиции, когда я узнала свою историю. Когда у меня ребёнок шёл в первый класс, у меня не было сомнений, что мы пойдём в первый класс. Почему? Потому что, причём у нас были некоторые показания, что может быть, на семейное, заниматься дома, но мы пошли в первый класс. Когда я стала с ним заниматься, то мой ребёнок очень групповой, очень групповой. Сколько бы я ни прикладывала усилий, то есть моё ролевое понимание моего ребёнка, меня как учителя никогда не было. Мне сложно было его обучать азбуке, мне сложно было его... Всё, что идёт в процессе обучения, с моей стороны он это не воспринимал. И всегда воспринимал со стороны другого педагога. И это очень важный момент, потому что действительно дети, тот, кто их учит, тот, кто учитель, если он хороший педагог особенно, он будет являться авторитетом, дети слушают. Потом, когда дети в группе занимаются, очень часто бывает вот этот эффект, когда они смотрят, что и другие занимаются, я беру пример. И вот мой ребёнок групповой, до тех пор, пока я с ним лично занималась, у меня не было таких результатов, а когда он начал заниматься в группе, казалось бы, то же самое по тем же пособиям, но он действительно стал понимать, он захотел заниматься. И поэтому мы настолько групповые, он очень хотел в первый класс, он очень хотел именно в школу. И поэтому вопрос, причём я была беременная, то есть у меня должен был родиться малыш, как раз зимой, то есть для меня я как-то, в принципе, процентов на 90 была уверена в школе, тем более мы выбрали хорошего педагога, но потом вот история моя, знаете, что он у нас сменился. И всё, у нас первый класс пошло хорошо. Но ушёл учитель, и во втором классе я задумывалась, а не перевести ли к семейному образованию. Потому что у нас во дворе здесь есть отличнейшие примеры. Я с мамой там разговаривала, она, у неё одна девочка, она однозначно настроена была, что она не пойдёт в школу, причём она мне так препоносит, да ты что, они там в школе, друг друга бьют, калечат, и ничему не учат, и так далее. Потом вот многодетная у нас семья, у них вот тоже приходят, значит, учителя, и её позиция, что очень много лишнего времени тратится в школе, то есть то, что можно объяснить одному ребёнку за 15 минут, на это тратится урок для того, чтобы объяснить всему классу. И это на самом деле так. Вот. И у нас сменился учитель, я стала общаться с ребёнком, потому что от его желания очень много зависит. У него были такие грустные глаза, то есть такое ощущение, что я его наказываю, понимаете, что наказание, что несмотря на то, что дети же не до конца понимают силу знаний, которую они могут получить, да, эффективно там за то же самое время, вот эта стадность детей на моего ребёнка очень сильно повлияла. И он с такими грустными глазами, нет, я хочу, нет, не надо. Хотя, в принципе, я могла, там, может быть, у невролога, там, взять справку, потому что есть такие показания, когда дети занимаются дома. И вот про добровольность как раз, вот этот вот момент я тоже ещё хочу рассказать, потому что я знаю наоборот историю, когда девочка была замкнутой, тоже вот в нашем дворе, и вот она в той школьной среде, она считала, что, ну вот она там не вписывалась, она становилась, по словам мамы, более агрессивна, потому что вынуждена была защищаться, это не её среда, то есть она для неё была чужая. И она её перевела, там, в классе девятом, на домашнее образование, она говорит, как сменился ребёнок, как замечательно, он больше знает, всё сидит, всё занимается, самостоятельно всё делает. То есть вот сам ребёнок должен хотеть и либо вы его психологически настроить, либо он, но это очень большое имеет значение, что так лучше, что таким образом лучше. В этом отношении, когда вот один ребёнок, либо он не ходил никогда у вас в садик, вам легче будет настроить, потому что мой ходил в садик, но у нас был специализированный для зрения, нам очень нужен был этот садик, и я благодарна ему, и я многого не знала. То есть ваш ребёнок семейный, он привык к семье, и он не тянется в школу, ему всё равно есть такие дети, и вам ему может быть действительно семейное образование. Дальше, самостоятельность. Ещё один аспект. Мой ребёнок старший перестал быть самостоятельным в школе, я уже говорила об этом. То есть семейное образование, оно в чём-то предполагает в том, что ребёнок сам делает. У меня ребёнок сам не делает. Мой ребёнок только делает, когда я десять раз скажу, так, ты делаешь руки? Да, я делаю. Как ты делаешь? Ты ручку взял? Нет. Даже учебник ещё не открыл. То есть вот, понимаете, он настолько в фантазиях, у него рассеянное внимание, он всё время что-то фантазирует, где-то там глубоко, далеко. И сесть, вот просто сесть и сделай то, что можно затратить десять минут, ему нужно час, потому что остальное пятьдесят минут мы собираемся. поэтому вот эта вот самостоятельность и зрелость ребёнка, что ему дали задания, пусть по интернету или как-то, и он сидит как на уроке, это очень важно, потому что мой ребёнок, например, вот он дома, для него дома – это место отдыха. И психологически вот это вот важно, чтобы ребёнок понимал, что есть даже вот девять часов там, да, и так же, как в школе, вот есть время занять, и он это время должен заниматься. Это очень такой, очень важный момент, потому что ещё в первом классе осознания этого нет. Это может прийти в старших классах. Поэтому вот этот вот момент тоже знайте. Очень хорошо, когда многодетные дети, особенно если там они детки-погодки, то семейное образование, им достаточно общения внутри семьи, и семейное образование очень даже хорошо в этом случае, когда вот дети занимаются, всех их посадили, в разном, допустим, уровне. Но они все в это время одновременно занимаются. У меня пока этот занимается, а второй малыш, маленький, он ему не даёт, понимаете. И вообще не случайно вот это вот, что на работу, да, не все, например, на дому могут работать, не все могут на дому и учиться. Потому что это вот психологически, ты вышел, ты здесь вот, в 9 часов пришёл на работу и начал работать. То же самое с ребёнком. Он пришёл в школу, это место для учёбы. И вот он то же самое может делать дома, что он перешёл, переступил, и там вот учебный процесс. Хотя бывает наоборот, он там переступил, и тоже там может шалтай-балтай быть, но для многих детей это вот совершенно другая среда. То есть одно дома, и другое вот где-то в школе. Поэтому вот школа как бы такое место, где учиться. Дома много может быть отвлекающих факторов. Учтите это. Так, дальше. Есть ещё такой вот стереотип немножко в обществе, что если ребёнок на домашнем образовании, то это означает, что он какой-то не такой. То есть это связано с тем, что иногда нам вынуждены уйти на домашнее образование, потому что ребёнок не тянет в школу по особенностям своего здоровья. и получается отношение общества. Вот это вот такое фи там, да, он на домашнем образовании, фи он какой-то там не такой, да. И у многих мам из-за вот этого общественного мнения, они от этого отбрыкиваются. Хотя сейчас на самом деле ситуация такая, что семейное образование, оно растёт, оно лучше может быть, оно качественнее может быть, да, вы не будете тратить столько времени, вы будете искать свои методики и так далее. Ещё следующий момент – это подготовка мамы, потому что не каждая мама, да, вот мне, например, когда Марфа писала, она мне пишет аргумент, ну вот вы бы вы же смогли бы, вы бы вот столько занимаетесь, нет, не смогла бы. Почему? Я не могу заменить педагогу, потому что это отдельное образование, то есть нужно изучать школьные методики. Я сейчас вот как-то вот ранними методиками занимаюсь и подхожу к школьным. И вот сейчас у меня есть какие-то проблемы, которые вот как объяснить ребёнку что-то, как объяснить ребёнку задачу, как объяснить такое прилагательное, такое существительное. Вы можете это знать, но как это объяснять ребёнку, вы должны это знать. Потому что одно дело учитель, другое дело вы дистанционно получили задание, что недопонял ребёнок, вы будете объяснять, вы понимаете? Вот. Одним из главных губетов я видела там в пользу образования, что не нужны гувернанты, как раньше было там, допустим, и что сейчас оно может не элитно быть семейное образование. Вот. Может быть не нужны, может быть вы найдёте в интернете, но объяснить-то вы будете ребёнку, понимаете? То есть вы должны быть сами вот с таким уровнем подготовки, когда вы должны быть объяснить. Более того, вот у меня сейчас как бы какие-то вот, я буду сейчас рассказывать, как мы что учили, где у нас проблемы, потому что до сих пор я ищу способы русского языка обучения, потому что у нас вот не идут стандартные способы обучения русскому языку. И я ищу методы и спрашиваю. Наш учитель, я уже рассказывала, он вообще мне никаких рекомендаций не даёт, сколько я не спрашивала. И я вот кусочками ищу, и мне сейчас вот рекомендую, допустим, попробовать вот так, попробовать вот это. Я буду, так бы, если у меня будет удачный результат, я расскажу, как я применила. И был ли результат, потому что пока у меня вот всё, что я применяла, вот по-английскому неправильный глагол, как мы учили, вот я сейчас настолько у нас это удачно, что я обязательно расскажу, может кому-то пригодится. Вот. То есть вы должны знать способы, да. То есть если ребёнок не понял, вот именно таким образом объяснение, вот другим способом, эффективным, как, что. Вот. Потом очень сейчас много идёт образовательных вот этих вот программ, но вы же должны знать, какая из них эффективнее, как их сравнить между собой. Какая лучше форма читать? Это же нужно только методом пробов и ошибок, да. Вот когда учитель там в одной программе погружается, он уже иногда дополняет что-то, иногда там наоборот там, ну, в общем, по-разному. То есть он тоже её адаптирует под свои знания, под свой опыт. Фактор учительский. Конечно, то, что учитель сейчас в такой форме преподает, это неправильно. Но я надеюсь, что школа будет меняться. То есть когда один учитель на 30 человек, и он просто даёт информацию, и потом просто оценивает, насколько вот эта вот пыль брошенная, значит, в класс осела у детей, вот. Это вот неправильный метод образования. И причём у нас не идут вот игровые способы, особенно вот первые, там, вторые классы, как вот во всём мире там развиваются, игровые способы, когда дети сидят на полу, и у них нет парт, когда вот какие-то проекты действительно интересные. У нас вот сели, да, и попробуй шелохнись. И не взвякни, и не вякни, и так далее. То есть вот это вот самдеповское вроде образование, оно плохое, вот это вот то, что все должны быть дисциплинированы, оно осталось. А хорошее, то есть те способы, которые были наработаны, их почему-то перечёркивают. И причём новых методик, вот хороших, ну вот, не знаю, это, не знаю, у нас какая-то вот, все же видят, как идёт деградация, и как падает уровень образования. И, конечно, вот этот вот аргумент, что в школе не дают необходимых знаний, он очень весомый. Когда вы держите, казалось бы, всё в своих руках, то семейное образование – это выход, да, то есть вы контролируете, вы вот эту учебную программу, вы её пройдёте, вот. Но это труд, понимаете, это ежедневный труд. Это не то, что там с маленьким ребёнком вы ходите там в развивающие центры, там какие-то, нет. У вас это труд, и у вас должен быть результат. И более того, вы должны, вы будете вас так же будут оценивать, вы так же придёте на ЕГЭ, вы так же придёте, вот, все эти экзамены, вы должны их сдать, вот. Поэтому вот подумайте, сможете ли вы быть педагогом? То есть вы должны обладать вот этой профессией. Ежедневный, за дням, день, так же весь учебный год, вы должны учительствовать. Вот. Я, например, вот чувствую, что у меня ещё не хватает сил и знаний. Хотя я понимаю, что может быть, у меня бы получился лучше, чем это делает школа. Я не знаю. Сравнить сейчас я не могу. Созрею ли я, там, когда у меня Дима подрастёт, так, к школьному возрасту. Это тоже индивидуально, и будем рассматривать. Поэтому для кого-то это является панацеей, для кого-то вот единственным правильным решением, а для кого-то, извините, совершенно не подходит. Очень хорошо, что это и вообще начало развития вот этого образования получило благодаря удалённости. То есть есть дети, которые удалиты и не имеют возможности получать образование. И для них это, конечно, огромнейшее, что развиваются дистанционные способы, огромнейшее подспорье, что вот где-то далеко, и тем не менее они наравне со всеми могут получить хорошее, достойное образование. Дальше, элитность образования. Вот всегда семейное образование, это означало элита. То есть оно считалось качественным, и как бы высшие слои общества, в любом обществе, они всегда старались организовывать семейное образование, либо закрытые школы. Причём частные школы, если вы посмотрите видео, по показателям, что частные школы уступают семейному образованию, всё равно образование при этом получается лучше. Но это образование сократнее. То есть одно дело, вы отправили в школу, это дешевле, чем вы зачастую занимаетесь дома, потому что кроме того, что вы будете получать образование, вы всё равно куда-то будете ходить помимо школы. Хотя сейчас школа так организована, что всё равно вы будете на английский, вы нанимаете кого-то и так далее. То есть дороже, дешевле, я не знаю, потому что нужно быть вот в этой среде, попробовать образовываться, чтобы понять, насколько дороже, насколько дешевле, насколько доступно. То есть очень-очень много аргументов, видите, вот, да, то есть вот эти вот весы, есть такие как бы способы принятия решения, когда вы аргументы за, аргументы против, вот так вот для себя напишите, взвесьте, отметьте, что перевешивает, да, то есть перед глазами, да, что лучше, что хуже для вас. И если вы не знали, что существует такая форма, а может быть это лучше, потому что это не нужно покупать школьную форму, его портфель и так далее, да, то есть, да, также учебники нужны, так и так далее. Но не знаю, насколько обеспечивают сейчас учебники, если у вас есть показания. Школа очень выгодна государству. И я согласна вот с этим аргументом, который приведен в видео, что тоталитарные государства, они вообще в принципе запрещают семейное образование. Почему? Потому что, во-первых, экономически выгодно один учитель, 30 человек, и при этом 60 родителей работают. То есть мама, папа работают, да, и один человек, он образовывает ваших детей. Это выгодно, выгодно государству. Потом в школе, варьируя вот этой вот школьной программой, почему вот мы никогда не задумывались, кстати, вот в этом видео тоже был этот момент, само слово образование, что оно означает? Оно не означает обучение. Почему образование не имеет тот же корень, что учение? Потому что это не одно и то же. В школе именно образовывают, то есть образовывают, делают такую скульптуру, да, то есть такое образование из вашего ребенка делается, такое, которое удобно для государства. Оно вот в нашем, например, должно быть послушно, определенные, знаете, навыки, да, потом ваш ребенок из образовательной вот этой вот системы должен уйти в мальчик в армию, либо в систему более высшего образования, где в нашей стране в основном воспитывают чиновников, то есть людей, умеющих подчиняться. Либо образ подчинения – это армейский образ, либо образ подчинения – это чиновничий образ. Это вот основная модель, выстраиваемая внутри нашего образования. Поэтому те ценности, которые там прививаются, да, они идут зачастую в разрез с семейными ценностями, поэтому чем жестче государство, чем тоталитарнее, тем оно жестче требует, предъявляет к требованию не к обучению, а к образованию вашего ребенка. То есть его образуют, из него слепят в школе все, что вы хотите. То есть это экономически выгодно государству, и выгодно вырастить хороших налогоплательщиков, хороших подчиненных. Поэтому вот этот недостаток, конечно, школьного образования – это неоспоримо. Поэтому дома, с одной стороны, вы вроде бы дадите больше знаний, и вы образуете своего ребенка в рамках семьи. То есть в рамках того, что он будет наполнен семейными ценностями. Но этому тоже нужно уметь наполнить семейными ценностями. Потому что вот с видео как раз я не согласна с тем аргументом, что единственное, что нужно и требуется от родителей – это давать любовь. Потому что любовь – это огромная сила, она может иметь два вектора всегда. Это положительный, и нужно вот этот вот вектор направления положительного умения держать вот так вот родителям. И любовь бывает настолько разрушительной, очень сильной. И родительская любовь в том числе. Она привозит не к тому, что вы образовываете, а к тому, что доброта иногда рождает хамство. То есть чем добрее родители, тем наглее дети. И такое бывает очень часто. И, кстати, школа очень это расхлебывает зачастую, когда в семье ребенок, вот он такой, то есть его зажали в какие-то определенные рамки воспитания, и он в семье их выдерживает. Попадает в другую среду, в школу, потом после семейного образования, например, в институт или в университет, куда-то дальше же он пойдет учиться, и дома все ограничения, которые он выполнял, он их перестает выполнять в более старшем возрасте. То есть схемы бывают разные, схемы бывают разные, и жизнь бывает разная. То есть любовь недостаточно, нужно больше, чем любовь. Нужна еще строгость, нужно воспитание, нужно знать, как воспитывать и так далее. То есть, ну, очень бы хотелось, чтобы только одна любовь попалила свое дитя любовью и добротой, и возошел этот росток, и выросло хорошее, на плодородной почве хорошее растение. Но так не всегда бывает слишком много, жизнь нам диктует. Вот еще, что бы я хотела отметить. В принципе, достаточно очень много я постаралась рассказать, вроде бы я все охватила. Может быть, не все, пишите в комментариях свои аргументы. Кто действительно на практике прошел это образование, потому что оно только вот сейчас у него опять молодые росточки, и такому благому делу, может быть, нужно рост. Но вот тот, кто погружен в это образование, он со своей стороны может рассказать плюсы и минусы, почувствовав это. Вот я со своей стороны, что вот я вижу какие-то недостатки в школе. Пока я не вижу способа, чтобы компенсировать эти недостатки семейным образованием. Пока я вижу, что я дополнительно занимаюсь ребенком дома, помимо школы. То есть вот таким вот образом я только для себя сейчас определила. Потому что я говорю, то есть он настолько... Если у него пропадет желание, в принципе, в любой момент можно начинать вот это семейное образование, то есть уйти со школы и так далее. То есть вы в любой момент, когда ребенок сосреет, может быть, конфликт какой-то там будет, не знаю. Это Таня Матаня. Вот так я рассказала. Посмотрите вот эти материалы, которые у меня внизу, потому что там достаточно подробно. Там плюсы, и там только плюсы, только плюсы. Но не бывает только плюсов, а бывает и сомнение, и бывает как бы реальность какая-то, да, в которой вы существуете. Представляете, ребенок целый день дома. Там, да, не каждая мама способна организовать своего ребенка, который дома. Это все зависит от мамы и от ее настроя. То есть вот все мамы, которые перешли на домашнее образование, они все были абсолютно настроены. Вот все, вот кремель. И когда есть настрой, конечно же, у вас получится. Но все. А если есть сомнения, значит, у вас чего-то не хватает. А чего не хватает? А чего не хватает? Уверенности в себе, знаний. Вот определите, насколько то, чего вам не хватает, важнее вот для вас и для принятия вашего решения. Всем пока, Таня Матаня. Оставайтесь со мной на моем канале. Я постараюсь все ваши сомнения, вопросы освещать. Задавайте их. И будем вместе разбираться, что же лучше для наших деток.